Так, друзья мои, я чувствую, что начинаю заболевать. У меня какой-то голос уже не такой, и как-то я себя неважнецки чувствую. Поэтому хочется записать сегодняшний ролик, и если я вдруг всё-таки заболею, смонтировать его, чтобы у вас был контент. Мы видите вот на заднем плане ёлочку, всё-таки привезли из бронниц, ёлка сама и игрушки. Давайте посмотрим. Мы с вами в ближайшее время, я думаю, будем всё это наряжать. Вот игрушечки здесь. Станислав Иринович съел руки у Снегурочки, но она, видите, не парится особо. Короче, я думаю, что вот такая, кстати, коробка из-под памперсов, прикиньте. Короче, я из неё сделала шикарную коробочку, но внутри она всё равно осталась. Коробочка из-под памперсов. В общем, этой коробочке, как и Веронике, видимо, уже 12 лет. Такая ёлочка, я думаю, у многих из вас дома была раньше. Так вот, да, собрались мы с вами сегодня по поводу всё-таки покупок хостоваров и бытовой химии. И Вероника мне запретила без неё снимать ролик. Она сказала, я приду из школы, мама, и сама покажу все тряпки. Вот, поэтому мы ждём Веронику и будем вам показывать сейчас всякие штуки, которые мы купили для дома. Но пока мы ждём Веронику, я здесь работаю и хотела вас узнать. Как вы думаете, это уже всё или ещё есть надежда? Ну, тут оно не сухое, оно как будто бы внутри там даже мягкое. Вот, но выглядит так себе, честно говоря. И я, главное, не понимаю, то ли я его перелила, то ли я его не долила. А вообще, смотрите, какая у нас классная тут зима. Всё просто офигенно круто. Я вам говорила, что я полюбила вести телеграм-канал. Я очень надеюсь, что меня видно. Это так круто оказалось. Я раньше всегда такая, ну, телеграмм, это какая-то фигня, мессенджер. Вообще не ходить в телеграмме. Я, на самом деле, очень-очень предвзято относилась, да. Вот, сейчас я поняла, что дело не в площадке, который раз убедилась, а в человеке, который эту площадку ведёт. И сейчас у нас в телеге такие классные, такие душевные разговоры. Представляете, я просто себя так открыто и свободно чувствую. Вот прям как раньше. И я сегодня даже записывала подкаст про дружбу. Кстати, вот в одном из предыдущих роликов, да, блин, во всех роликах спрашивали там про дружбу, про женскую дружбу, чё, как. Вот, я записывала сегодня подкаст в телеге. Можете, кстати, перейти послушать. Ссылочка на телеграмм в описании ролика. Вот, и я, когда говорю, я понимаю, что я абсолютно свободно говорю. То есть мне легко, мне комфортно. Я общаюсь как будто бы вот с лучшими друзьями. И мне так этого не хватало, вы не представляете. Всё-таки я думаю, что классно, что прошло вот это время. Всё устаканилось, всё у меня внутри улегалось. И я прям с новыми силами, с новым вдохновением. И, наверное, если бы не было вот этого длительного перерыва, этой паузы, не было бы сейчас вот того восторга, который я испытывала. Короче, я прям с удовольствием общаюсь в телеграмм-канале. Но, на самом деле, и здесь тоже с удовольствием. Просто в телеграмм-канале там больше функций. Там можно в моменте что-то ответить, да. То есть если здесь я вот снимаю этот ролик, сейчас скажу вам, когда 4 декабря, то там я 4 декабря уже и выложила подкаст, уже пообщалась с людьми. То есть всё это очень быстро происходит. И мне сейчас кажется, что даже поинтереснее, побыстрее, чем в Инстаграме. Запрещённая соцсеть. Слышите, даже какие-то сигналы пошли. Мне кажется, сейчас вот даже это как-то поинтереснее, чем Инстаграме. Ну, короче, если вам интересно, заходите, пообщаемся там. Там я постоянно на связи. Так, что вам ещё рассказать? Что вам ещё рассказать, пока Вероники нет? Давайте я вам немножко расскажу про Марселье. Марсель! Марсель! Ну, короче, он слышит, он просто игнорит. Всё, всё, как обычно, собака. В общем, Марселя мы забрали не так давно. Давайте вот сюда вас поставлю. Короче, Марселя забрали уже взрослым. Ему уже был год, когда мы забирали прошлые хозяева. Не могли о нём больше заботиться. И мы поехали за ним в Рязань. Вот, забрали его из Рязани. И вот, получается, это в сентябре, наверное, было. Ну, короче, вот осенью. И, получается, вот он с нами живёт все эти несколько месяцев. Привыкаем друг к другу. Прикольный пёсик. Довольно умный. Иди сюда. Иди сюда. Давай. Немножко ленивый. Я очень надеюсь, что меня видно. Иди сюда, зайчик. Иди. Ну, давай, давай, давай. Давай. Ну, давай. Скажи. Прикажи привет всем счастливым хозяйкам. Привет. Ди господи, господи, собака. Вот. Ну, короче, да. Клёвый пёс. Мне нравится. Вообще, конечно, очень интересно наблюдать за комментариями. Просто вот тот период, сколько меня не было. У меня эта жизнь продолжалась. То есть у меня какие-то события происходили. И я их все помню. И для меня прошло уже очень много времени. Всё это время было наполнено разными событиями. Это Марсель. Вот. А судя по комментариям, многие остановились, ну, то есть не смотрели после переезда в Путмосковье. Или многие ещё смотрели, когда зелёная кухня в яйце была. То есть там мой первый брак. Какие-то прошлые отношения. И я просто читаю и понимаю, что разные люди останавливаются на разных этапах по моей жизни. И просто вот эти вот какие-то куски, такие огромные куски пазлов, они безвозвратно утеряны. Вот. Сейчас надо всё восстанавливать. И многие простые вещи, которые мне кажутся очень очевидными. Я про них не говорю, а там куча вопросов. Ну, например, да, кота, который сейчас живёт. Многие подумали, что это Степан. Степан, кстати, жив-здоров. Он живёт в яйце, всё нормально. Но Степана нет уже много лет со мной, и это вообще другой код. И, короче, очень интересно читать и понимать, что... Ну, ты типа живёшь и думаешь, что всё понятно, очевидно. Оказывается, нет. Вот, короче, я очень рада, что мы с вами снова вместе. Где уже Вероника? Я уже всё изнемогаю. Пока её нет. Вот, смотрите, один пакет мы его будем разбирать. Вот эту коробочку мы будем всё равно разбирать. И сейчас ещё покажу, покажу, покажу. И вот этот пакетик из фикс-прайса тоже будем с вами вместе разбирать. И вот у нас тут ещё чайничек есть. Ну, короче, многие вещи, которые мы сегодня вам покажем, выбирала Вероника. Там всякие есть прикольные штучки, типа вот этого чайника, подставочек под кружки. То, что я без неё бы, конечно, никогда в жизни не купила. Но теперь ребёнок взрослый, теперь попробуй отними всё это в магазине. Так, идёт. Идёт. Собака. Где там человек наш? Hello! Да, да, я тебя тоже люблю. Мы очень тебя ждали. Для распаковки, да? Да. Уху! Требок. Нам сначала нужно погулять с собачками. Я не хочу. Я устала. А, не смотри, как хотят. Хоть наблизывать мне топки. Не смотри, мне ублизывать топки. А, да, вот. Ты тоже хочешь, мой сладкий пирожуль. Тим, пози мой. Тим, пози мой какой. Иди, скажи всем привет. У меня единственная проблема. Какая? Я не чувствую пальцы. О, это проблема, да. Ой, да, обнимашки целого. Человечки. Боже мой, боже мой. Пошли. Пойдём. Пойдёшь? Та-я-я. Ай, та-я-я. Молодец. Молодец. Спрашивали, чем я дрессирую липкую собаку. Вот у нас тут такие маленькие кусочки есть. молодец подожди ты должен на месте оставаться молодец хороший мальчик пойдем вперед нет пойдем дальше сейчас вперед вперед очень очень гибкая собака подожди стасян молодец молодец пошли 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 скорее я тебя вижу мама интеллектуального развития друзья мы короче отдельным роликом выпустим покупки всякой ерунда для дома вот а сейчас мы с вами попрощаемся короче друзья всем огромное спасибо за просмотр этого влога скоро увидимся и смотрите покупки наверное следующий ролик будет или вы уже увидели ну короче где-то в ближайших роликах пока